Уважаемый профессор, хочу поблагодарить вас за сегодняшнее выступление, вообще за ваше творчество, а также за возможность задать вам вопрос, то есть немножко выкидываться перед окружающими. Это я всячески поддерживаю. Вопрос чисто практический. За последние несколько лет в своих выступлениях вы предрекали не такой же большой срок, в среднем от 3 до 7 лет, на развитие рентгеновской оптики, чтобы появились основания для начала церебрального сортинга. Так как несколько лет уже прошли, хотелось бы знать, какие есть продвижения в создании соответствующего томографа и насколько мы близки к появлению хотя бы технических оснований для начала церебрального сортинга. Хорошо, я понял. Значит, да, есть технические основания, я не буду заморачивать голову техническими подробностями, но в рентгеновской оптике создано несколько систем увеличения, которые достигают сегодня 10 крат. То есть рентгеновский луч удается свести и развести, там много всяких хитростей, есть много специфических физических явлений, вы можете почитать об этом, в том числе и там работа с моим участием есть, которые непосредственно касаются вопроса увеличения. Главное, в рентгеновской оптике, в рентгенах проходит насквозь, и все, вот важно, чтобы его свести, развести, то есть увеличить изображение. Нужно порядка 15-ти кратного увеличения, это достаточно. Пока такие модели разработаны и работают как сканер, то есть не просто снимок один, а как сканер, поскольку энергетический поток очень большой. То есть, скажем так, физически эта проблема решена в области теоретической, прикладной и экспериментальной физики. Осталось решить проблему энергии, потому что нельзя прилагать энергию больше, чем может выдержать мозг, понимаете? Поэтому есть пути. Можно решить? Можно. Значит, это фазовый контраст рентгеновской оптики. Там есть подходы и теоретические, и прикладные. То есть, скажем так, на сегодняшний день процентов на 80 проблема энергетическая, чтобы начать такую штуку делать, решена. Если бы еще в это и вкладывали деньги, есть подозрение, что это вкладывают, но не в нашей стране. Достаточно большие деньги в это. И мы очень близки к тому, чтобы созданный прибор. Сейчас уже создан прибор 100-микронного разрешения. Нам надо пространственное в 100 раз лучше. Тогда это будет почти микроскопическая гистология с помощью томографии. Сейчас пытаются на других принципах. На другом рентгене, на другой за счет фазового контраста решить эти проблемы. Решаются они? Да, решаются. Этим занимаются и у нас, и во Франции, но у нас занимаются в основном ученые. А в прикладном плане работы, насколько я знаю, ведутся. Но ведутся, как обычно, на такую тему работы ведутся под ковром. Слишком велик приз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова